Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять в Парашат Ваейра, опять в Савраам Авину. Мы еще очень долго-долго не сможем с ним распрощаться. Наверное, никогда. Скорее всего, никогда. Итак, с чем мы подходим к заключению Парашат Шабуа, недельной главы, там есть очень много чему учиться, очень много митцвод разных есть там, и очень много заветов, и очень много указаний. Но, кроме всего прочего, есть некоторая история, хоть эта история не имеется в виду, чтобы мы это восприняли как исторический момент, что он сам по себе, и для того, чтобы рассказать нам о том, что произошло. Мы уже говорили не разу, я буду еще не разу вам напоминать, напоминать, что Тора от слова Ора, а указание. В Торе нет просто так рассказов. Все рассказы, что есть в Торе, это указание, как мы себя должны вести. А особенно те указания, которые мы видим у наших предков, вот этих Авраам, Исхак и Яков. Эти предки, все их поведение, говорит Талмуд, Маасе Авод Симман Лабаним. Маасе Авод, это значит поведение праотцов наших, это знак для нас. А что такое знак? Знак не, чтобы мы как-то себя вели, но вот так мы должны себя вести. Это указывает нам дорогу. А на самом деле, еще глубже, если мы сами не сумеем это взять, то мы должны знать, что все, что случилось с нашими предками, случится с нами. Мы хотим мы того или не хотим. И их выход из ситуации служит нам указанием направления правильного, как мы должны выйти из ситуации. А если мы не захотим выйти таким путем, мы захотим искать другого пути, так будем искать. Но в конце мы вернемся к этому, без этого не обойтись. Вот это Маасе Авод Симман Лабаним. Это нам нужно хорошо запомнить. Итак, мы начали вае-ра и ла-ва-шем, и показался ему Всевышний, и явился ему Всевышний Аврааму. И тут Раши нам объясняет. Раши – это самый великий, самый крупный, самый выдающийся комментатор Торы. И на нем основано все. И вот Раши говорит так. Явился Всевышний Лавакер Холеба. Он пришел проведать больного. Почему больного? Почему проведать? Еще одну вещь он говорит, что это было на третий день после обрезания. На третий день. А известно от специалистов, что на третий день после обрезания самые сильные боли. И тогда к нему явился Всевышний. Почему он к нему явился именно тогда, а не до этого, 99 лет? Так мы уже говорили об этом на прошлом, на прошлой лекции, на прошлом уроке. А теперь мы говорим о том, что мы должны учить из этого поверхностно, и что мы должны учить для себя глубоко внутренне. Так поверхностно мы знаем, что должна быть, есть митцва, бикур холин. Нужно навещать больных. Если кто-то у вас, не дай бог, болен или чувствует себя плохо, обязательно постарайтесь его проведать. Вот отсюда мы знаем. Это Аллаха. Это Аллаха вот отсюда. Это один момент, очень важный. А еще один момент, не менее важный, это когда ты видишь людей, ну, не важно каких, но людей, у которых у тебя есть интерес или нет интереса, без интереса, ты приглашаешь их в гости, ты должен их красиво принять. Ахнаса Турхим это называется. И это Ахнаса Турхим, вот это вот гостеприимство, содержит в себе все. То есть, приготовить стол красивый, приготовить там то, что им нужно, помыть ноги, руки, в ванную и так далее. Ночлег, если надо. Но главное не забыть, самое главное из вот этих вот, из гостеприимства, это проводить их потом. Как мы видим, Абраам вышел выводить этих гостей. Пошел с ними. И лишь потом начал с ним говорить Всевышний. И, между прочим, когда он вышел их встречать, встал быстро, побежал им навстречу, когда он их увидел, он был тогда в середине беседы со Всевышним. Тогда он уже беседовал с ним, после обрезания он беседовал с ним открыто, лицом к лицу. Совершенно в несонном состоянии. Так как же это? Он разговаривает с царем царей, и вдруг ты оставляешь его, поворачиваешься и бежишь на улицу встречать непонятно кого. Но он это сделал. Отсюда толкуют наши мудрецы, что Ахнаса Турхин гостеприимство выше, чем Кабалат Пнея Шхина, чем принять Шхину, то есть само лика Всевышнего, который нам дает жизнь, и мы от него зависим, и все, и все, и все. Это важнее. Важнее оставить это и принимать гостей. Почему это важно? Так хотел Всевышний. Это вот три эти вещи, которые мы можем изучать, и давайте искать это в Шухонарухе, в Китсур Шухонарухе. Как это воспринимается в нашей каждодневной жизни? В нашей каждодневной жизни мы почему-то упоминаем Авраама каждый день в молитве. Каждый день. Не в Шмунастер, там, Лукея Аврагам, Лукея Исхак, Лукея Яков, это отдельная беседа. Мы говорим Парашата Акида. Параграф, где идет речь об жертвоприношении Исака, то есть желанием привести Исака в жертву. Там есть очень много, в чем нужно разобраться. Это в самом конце сегодняшней главы. там говорится, как Аврагам явился к нему Всевышний и сказал ему, дорогой мой, прошу тебя, мы говорили об этом на прошлом уроке, возьми своего сына, это твое десятое испытание, пожалуйста, пройди его. Как все девять ты прошел, с отличием Авраам прошел их. Мы уже говорили об этом. Пройди, пожалуйста, все одно, потому что, если ты тут не пройдешь, то получится, что все предыдущие девять уйдут на смарку. Так, так и сказал ему. А мне очень важно, он ему сказал, как это воспримется народами. И тут мы можем обратить внимание на два момента. Один момент, как все, что Всевышний говорил Аврааму, больше касалось будущего, больше касалось потомков. А второй момент, то, что проходит так между предложениями, вроде бы как-то второстепенно, это является главным иногда, особенно у нас. Что там говорит ему Всевышний? Возьми сына, приноси его в жертву, то есть убей его. сына, которого так долго ждали. А царь это был единственный сын. А все его потомство должно исходить отсюда. И несмотря на все это, и на все обещания Всевышнего, что отсюда у тебя будет большой народ, громадный народ, и цары будут твоими потомками. Авраам не посчитался ни с чем. Вопросов, внутренних вопросов у него не было внутри себя. Как ты мне сейчас говоришь, если его убить, ты вчера мне сказал, что он будет моим наследником и так далее. Все народы, все образуется, вся еврейская нация произойдет от него. Слово не сказал, спокойно встал и пошел и начал делать. Но тут нужно обратить внимание на слова. И встал Авраам утром рано. Ваяшкин Авраам Бабокер. Встал рано. Ваяхавоши от хамуро. И запряг своего осла. То есть запряг он его или он только его наделал на него седло, я не знаю точно. Но он сам занимался ослом. Два момента важных. Он встал рано и запряг. Тут вопрос. Чего он встал рано? Если человек знает, что он должен завтра распрощаться с кем-то дорогим ему, он же может сегодня устроить какой-то пир. И тем более, что это не было завтра. Ему сегодня вообще не сказал завтра. Он ему сказал без даты. Без границы он ему сказал. Приведи, принеси своего сына в жертву. А он берет и рано утром встает. И без всяких церемоний не сказал. У него же было столько рабов. У него целые народы были под ним. Его обслуживали целые племена. И были воинственные племена среди них. И они были все знатоками, как приготовить осла. Или лошадь. Он сам это делал, чтобы лишние минуты, лишние секунды не потерять на то, чтобы дать какое-то задание кому-то. И начнутся вопросы. А куда поедете? Как там не нужно копыта обработать, не нужно дать вам с собой воду или еду. Сэкономил каждую секунду, частицу секунды. Сам встал, сам и пошел. остальное мы уже знаем, это открытым текстом написано, что было дальше. Есть там два момента, что еще мы недостаточно знаем. Это что когда они шли, и исхак еще точно не знал, что куда они идут. Он дал ему в руки эти сухие ветки, которые должны были превратиться в огонь на жертвеннике. И по дороге он спросил у него скажи папа вот мы идем куда мы идем несем там все приготовления а где а где ягненок который мы должны принести в жертву. Авраам ему ответил мы идем мы идем принести принести дань Всевышнему и больше ничего. но он уже догадался о чем идет речь и его темп его хода Исаака не сошел шел на такой же скорости как шел раньше. А потом когда началось Авраам взмахнул взял нож взял руки ноги все как положено возложил его на жертвенник когда надо было уже резать явился ангел к Аврааму и говорит ему все не трогай больше ничего Авраама как же ангел и там дальше написано что ангел ему сказал в алта селом ума чтоб ты ему ничего не делал вопрос кому это он сказал он же уже сказал ему что остановись и ничего не делай что это еще раз в алта селом ума больше ничего не делай это уже было сказано Ицхаку потому что Ицхак когда услышал что сейчас все останавливается ему стало плохо почему он хотел бы он бы хотел испытать вот это он бы хотел чтобы его придали полностью всевышнему вот такие же чувства которые есть он хотел этими чувствами войти в следующий этап полностью самопожертвование и он был уверен что там ждет его большой свет которого до сих пор он не ощущал и не понимал и не видел поэтому ангел сказал ничего ему не делай главная концентрация была на будущем то есть это интересовало Абрама как что быть его потомками а что всевышний ему говорил до сих пор выводил его на улицу смотри ты видишь звезды сколько звезд на небе а ты видишь сколько земли там где мы топчем можно всю эту пыль все это сосчитать там и тут и везде тот кто сможет это сосчитать он сумеет сосчитать твоих предков твоих потомков то есть это невозможно сосчитать и это никогда не кончится никогда так же да еще больше намного важнее намного больше говорить вспоминать Амалека это такой народ был народ был наш враг номер ван что значит враг ненавистный враг он нас ненавидел сначала это было Амалек до Амалека это был Исав потом это был Амалек потом это был Билан потом это был Хаман Араша потом свой Хаман появлялся в каждом поколении в каждом поколении в разных странах в разных местах мира там когда казнили в 46 году в Нюрнберге был один я уже забыл как его фамилия была Иван Шмо он был редактором газеты когда ему надели петлю на шею он сказал вы сегодня справляете Пурым 1946 года настолько они знали одна из качеств Амалека почему это единственный народ который является главой всех народов так написано Рэйшит Гой Мамалек он их начало и он их голова и там написано Ахарито Адей Овет а конец его будет что от него ничего не останется он полностью будет истреблен исчезнет тут спрашивается откуда такая ненависть может быть у человека у человека сотворенного Богом и начало которого было у Исава там интересно в Танахе написано дальше что несмотря на то Бог говорит несмотря на то что брат Исав Якову возлюбил Якова Всевышний говорит открытым текстом возлюбил Якова и возненавидел Исава Всевышний это же где мы видим чтобы он кого-то возненавидел не любил или еще что-то а возненавидел Вауавет Яков это Исав санэйти Исава он возненавидел что так без причины просто так или что там было ну так Исав гнался за Яковом Яков его обидел Яков забрал у него его первенство обманул его и мы же знаем что Исхак хотел первое время дать Якову дать Исаву благословение на будущее твои потомки будут властвовать над всеми а братья их будут у них рабами пока не подошла рывка и обманным путем сговорилось с Яковом и обманули Исхака и забрали у него эти благословения и лишь потом после всего Исхак сказал да будет все равно будь благословен но с самого начала уже имел ввиду Исава что тут происходит как получается так что Всевышний возлюбил Якова а возненавидел Исава А дело вот в чем Исав ненавидел Якова совершенно без причин что какая была у него причина что Яков его обманул как как обманул на Якова написано что он был иштам иушев иалим он был там это с одной стороны это совершенный человек полностью совершенный с другой стороны есть еще наивный и он сидел и изучал Тору все время а Исав бегал по полю сначала он искал охотился на зверей потом на животных потом стал охотиться на женщин потом на людей и грабеж и все такое стало его амплуа как это говорят и тут мы возвращаемся к тому что мы говорили в прошлые разы что весь мир образовался в двух стадиях первая стадия была Брэшит Бара Элукэм это Шамай и Бетарец Бетарец это и что тогда в каком состоянии это было когда вот ее образовали это было в состоянии Аула Мая Тогу Ваву это был страшный беспорядок никакой разберихи там что все летело все громилось и непонятно было где день где ночь и тьма закрывала все это событие все это происшествие опять пробегаем к хасидизму что вот эти большие большие происшествия называются Олама Тогу Тогу скажем что вот в эту степень духовности мы уже видим что какие большие даны были туда энергии очень большие мощности а что было дальше должно быть две вещи ор свет и кли и сосуд который воспринимает этот свет Олама Тогу он характерен тем что у него главная вот эта вот энергия а как она воспринимается этого было очень мало много было света и было мало сосудов потом этот мир лопнул и пошел вниз попал вниз пока он попал вниз и там он ударился еще больше раскололся все это из этого все происходит вот эти искры духовной энергии божественной энергии которая оживляет все живое и наша задача эти искры собираться сейчас постараемся объяснить что вот этот вот Олам Атоу было в нем много миров потом это перешло в Олам Атикун первый Олам громадный Олам который содержит массу других миров называется Олам Атоу А после него идет Олам Атикун Тикун это можно сказать исправление если что-то не так исправление а этот Олам Атикун чем он отличается в чем заключается его характерность что у него наоборот у него света энергии мало а сосудов много на эту тему в хасидизме написано сотни трудов от наших наших рабей и если мы так посмотрим так определяется следующее что Исав что у него было очень много энергии он был из Олама Тов его корни были в мире Тов корни Якова были в мире во втором который содержит в себе тоже группу миров что называется Тикун Тикун это починка это исправление вот такое так он был оттуда его корни оттуда с одной стороны нам сейчас становится ясно почему Ицхак хотел дать брахот Исаву он видел насколько высоко его корни а Яков не так имели вот такой великий свет великие мощности они искали наши предки чтобы эти мощности распространялись и достигли всех всех поколений и всех миров первым произошел мир Ту во втором вторым был Тикун между ними был Ацилут Улам Ацилут вы с этим столкнетесь тоже будем это разбирать на следующих уроках Улама Ацилут он является посредником с одной стороны у него много урод очень много света очень много энергии с другой стороны у него много сосудов которые сдерживаются не ломаются Тикун был вторым а первым был Ту то есть Исаф в нашем мире был первым и как дальше написано вы увидите что когда они были близнецы когда они рождались то мать рожала Ривка рожала прежде всего Исафа он родился первый вторым родился Яков вышел сразу за ним за ним еще успел схватить его за пятку и держаться за него хотел его обогнать но не получилось Исаф вышел акушерка была ловкая вытащила Исафа потом его родился Исаф он был таким очень здоровым человеком родился волосатый у него были волосы как у медведя когда он родился и был красный красного цвета и дом народный дом вышел от него а Яков родился как он родился вторым а потом Исаф бегал охотился на все что мы говорили раньше в один прекрасный день приходит Исаф он голодный пошел с поля он хочет кушать а Яков как раз варил какой-то очень интересный обед и блюдо было очень такое ароматное и вкусное из чего это варилось это тоже кабала разбирается в этом очень сильно адашим это называлось адашим в переводе сегодня переводится чечевица ну короче этот очень захотел Исаф а Яков ему говорит хорошо я тебе дам но ты продай мне свое первенство ты же родился первый продай мне первенство свое и Исаф продал за тарелку супа он сказал зачем скоро все умираем я умру тоже какая мне разница на том свете что будет я первый или второй какая мне это разница отдам ему я отдам и написано второе и застыдил остыдил он опозорил опозорил Исаф первенство когда пришел второй момент скоро мы его будем учить все это в хумаш брышит описывается и Яков его обхитрил сговоры с срывкой матери по ее указаниям он сам этого не хотел это не его характер и он получил благословение до конца поколения получил благословение что его потомки будут рабами а мы будем царями властвовать над ними после этого он опять еще больше возненавидел Якова и говорит два раза он меня обманул один раз тут и один раз здесь вот это была между ними вот эта вражда к чему я начал это все рассказывать что раз была вражда у Якова у Исафа Всевышний возненавидел его за эту вражду поэтому он говорит дальше в Танахе написано возлюбил Якова и возненавидел Исафа потому что у Якова нет такого возненавидеть кого-то он всех любит это он потомок Авраама Авраам был отцом всех всех народов ну так что же произошло с Исафом почему все-таки когда он был первым первенцом почему ему надо было это продавать почему это так произошло что Яков просил у него продай мне свое первенство если он не родился первым если он не является первенцом то что тебе поможет что он тебе продал он тебе не может продать вещь которой у него нет доказывает Яков что он ему продал вещь которой у него не было но Яков хотел чтобы это было не отбирать его силы а именно чтобы он чтобы он каким-то образом выкупил это чтобы это было совершенно юридически обоснованно но юридически сделали контракт все по сути это же не так Яков объяснил что по сути это тоже так так наши мудрецы объясняют они говорят возьми трубку трубку бакаловенную трубку с дном и забрось сверху два элемента два камушка а потом повернеть трубку чтобы все вышло назад кто выйдет первый выйдет тот кто зашел туда первый или тот кто зашел туда последний то же самое у мужчины и женщины тот кто вошел первый он выйдет последний а первым вошел Яков вся цель вот этого Шидоха вот это испарение Исаака с Ривкой что сколько Исаак сдал Ривку сколько Авраган искал Исхак ущедух он хотел его женить на ком он его женил в конечном итоге он женил его на племяннице своей на дочери умершего брата был у него брат Харан Харан потому что он все время искал свои гены несмотря на то что его отец был терах и там была вода зара там было поклонничество он искал свое и не хотел отдаляться от этого несмотря на то что там было у него были близкие очень близкие друзья Он Эшкол Мамре они шли с ним воевать и все и у них были прекрасные дочери и красивые и Садыкот они были праведницы но они не были из его племени а он хотел чтобы было именно из его племени потому что он видел что именно из его племени с обоих сторон со стороны матери и со стороны отца получится весь еврейский народ нам наша Тора сейчас описывает в конце нашей парши о рождении Ривки там целый целый родословник кто родился у его сына у его брата какие названия имена и все такое какие народы из них вышли все это сегодня находит находит место Тора и пишет об этом открытым текстом когда так смотришь поверхность ты не понимаешь для чего это кому это нужно знать это не важно совсем там ничего нет а когда мы начинаем немножко копаться начинаем исследовать чуть-чуть вдруг мы находим что каждое слово в Торе имеет свои глубокие и очень мощные основания Исаб имел необоснованные претензии к Якову он был первенцом только по по концу по началу метра начиналось все не от него начиналось все от Якова и теперь мы вернемся еще выше Улама Тоу мир который называется Тоу он был как мы смотрим вот сейчас он был первым а потом стал Тикун потом стал Атилут потом стал Бия Брия Итиря потом Асия мы последние как что на самом деле не так мы наш наше существование и наш мир он был первым так же как Яков был в зачат первый а тот кто был в зачат последний он вышел первый то что нам важно это понимать Хасидут потому что без Хасидута жить сегодня невозможно мы находимся в Тоу Ваву и в темноте что может нас осветить Аллаха Тора Митсвот это все хорошо но они тоже от нас загорожены пока мы не выставим наши прожекторы пока мы не откроем себе глаза это нам может сделать Хасидут мы сейчас в бессознательном состоянии мы в обмороке сейчас после того что мы прошли мои соотечественники то что мы прошли это же неописуемо и вместе с тем мы остались еще иудеями я понимаю сейчас почему там вот эти примеры которые благословениях что Всевышний благословит Аврагама ими эти благословения что он говорит твои потомки будут как звезды на небе вот выйди посмотри Абрам вышел видишь только звезд на небе ты можешь их сосчитать он говорит нет вот так же не смогут сосчитать твоих потомков дальше как они будут как там песок на берегу моря можно сосчитать нет а потом как вообще пыль как земля и тут спрашивается для чего нужно вот эти вот эти три примера этих от чего недостаточно только звезды почему недостаточно только песок приморской почему мы должны идти вот отсюда дойти будут моменты что тебя захотят истребить кто захочет тебя истребить как мы только что задели что это будет Амалек Амалек во всех поколениях включая последние поколения которые тоже мы уже знаем и жили в это время но я еще тогда не жил но другие жили это было во всех большая часть человечества принимала в этом участие и они не смогут как невозможно уничтожить звезды невозможно уничтожить песок и невозможно уничтожить землю они это не смогут но пытаться они будут во всех ситуациях ситуация когда вы будете наверху когда все народы будут у вас получать науки будут у вас получать музыку будут у вас получать литературу грамотность когда все народы которые в свое время когда у вас была тора и у вас была грамотность и литература и свой алфавит своя азбука своя грамматика когда все это пришло к чему все это сводилось когда вы были наверху сводилось к тому что они вас хотели этим самым погубить погубить вас внешними науками внешней культурой внешней чужой культурой чужой религией чтобы вам это понравилось чтобы вам было хорошо не обращайте внимания на вашу на вашу дикость на ваше дикое прошлое мы говорим что это ненависть у Всевышнего к Исааву была от ненависти Исаава к Якову и она была необоснована почему потому что ему первенство не было положено потому что по сути дело первенцом был Яков потому что олам атикун мир тикун исправление вот такой как он сейчас что в нем есть добро и здесь и есть зло и что добро должно воевать воевать со злом и побеждать его вот этого хотел Всевышний когда он сотворил мир это было его главной целью а цель начинается до того как строится что-то когда у нас есть цель так она прежде всего все не начинается там где начинаются оперативные действия то что заложено с самого начала с самого начала заложил Всевышний Брэйшит Барай Луким Всевышний сотворил мир Рэйшит запомните Рэйшит это одно слово а Б это говорится в том что В Рэйшит то есть Рэйшит это голова а что было вложено в голову в голову была вложена цель а цель это была Тора ради Торы он сотворил мир и ради иудеев ради евреев Бешвила Тора и Бешвил Исраэль запомните ради Тора и ради Исраэля когда мы говорим ради Тора это включает все народы мира когда мы говорим Исраэль это иудеи со своими заветами а заветы для других народов мира которые тоже обязаны быть указаны отдельно в Торы и мы все это должны выполнять и тогда мы будем жить большая гармония будет между нами и это не может быть иначе потому что Всевышний установил себе определил себе цель и этой цели он достигнет так что в скором будущем будет у нас третий храм при котором откроются у нас у всех глаза и откроется нам Всевышним в полном своем свете явится к нам ко всем одновременно и одинаково и все народы будут служить Богу плечом к плечу в одном храме в нашем который мы построим но когда я говорю нашем я не имею ввиду отрицать другие народы не так это у нас разные службы разный род войск но одна армия кому надо победить кого найдет нужным Всевышним чтобы победил он победит кто должен будет быть разбитым будет разбитой и один из первых кто будет разбит до конца без пощады это будет Амалек запомните а мы мы победим враг будет разбит победа будет за нами до свидания дорогие до следующей встречи и я вас очень люблю и хочу чтобы вы тоже любили друг друга и чтобы вам было только хорошо и будьте улыбайтесь друг другу наш один наш внутренний враг самый страшный это грусть и печаль запомните ни в коем случае потому что когда мы печальны когда мы грустны мы вдруг отрицаем Бога как ты можешь отрицать Бога ведь он тебе дает жизнь как ты можешь не чувствовать его жил человек его звали Реблейзер Нанес большой хасид стал большим совсем недавно его уже нет между прочим я имел счастье видеть его в детстве а потом встретился с ним у Ребе когда я с ним познакомился первый раз сначала я был знаком с его супругой она была у нас дома в Ташкенте он отбывал может быть тогда 18-й год может быть 20-й год отбывал в лагерях 20 лет человек просидел от звонка до звонка говорят у нас вышли несколько книг по его рассказам что он рассказывал фотографии там имеется там рассказано тоже когда он приехал в Ташкент и как мой отец там есть фотографии моего отца не важно не об этом сейчас Реблейзер Нанес впоследствии когда я уже приехал в Израиль мне было тогда сколько лет я уже был взрослый парень занимался в Ишиве и он приехал лишь тогда в Израиль ну поехали ребята его встречать он посидел за Иерусалим но везде хотели его слушать Фарбрэнген расскажите все давайте приезжайте на Фарбрэнген на собрание хасидские собрания которые называются Фарбрэнген наши мероприятия там ставится водка на стол говорим лыхаем согреваемся и так была такая дождливая погода мы сели там в какую-то комнату он пришел улыбнулся очень приятный человек был с бородой и он рассказывает говорит ну что вы тут так в Израиле не привыкли к холоду никакому и он рассказал следующую историю говорит в свое время у царя кажется Николай а может быть другой они же все время занимались войной войной и воинскими частями и армия их очень интересовало все их там близкие родственники были полководцами он говорит у него была такая привычка что он ездил проверять войска насколько они подготовлены профессиональными как все что к чему ну хорошо а иногда это бывало зимой а это происходило во всея Руси то есть это не только было там в южных странах захваченных там на Кавказе или это было в Сибири тоже в Сибири и в самой России достаточно достаточно приятно зимой ну а тогда не было связи электронной вообще никакой связи не было только люди проходили рассказывали и передавали приказы и так далее и они ориентировочно знали в воинских частях когда царь должен появиться здесь он приезжал на карете которая обогревалась и в шубах и так далее но тогда ты не начнешь вызывать солдат из казармы и ставить их на на показ надо до этого и солдаты строились ориентировочно они думали что это возьмет полчаса может быть час но тут затянулось это дело и они стоят выстрелились выстрелились люди стали замерзать сколько можно было они прыгали там разводили костры и вот в конце концов появился царь батюшка батюшка появилась его вся все сопровождающие кареты лошади всадники казаки все приехали и сразу равняйся равняй направо и все направо а он идет идет и вот когда он идет люди как надо стоять они стоят они ему штурвались много и вдруг он верит что один солдат не повернул голову обратно налево а остался стоять вот так куда он смотрел в сторону царь возле него остановился говорит что с тобой не слышал приказа он говорит слышал царь батюшка не могу голову умернуть голова замерзла говорит я целый день не стою замерзла как замерзла холодно что значит замерзла снег лед от одного сознания что я твой царь ты должен был разогреть все разогреть и лед и снег и все что хочешь вот это вот нам дал Аврагам он нам это дал в лех леха вышел и внедрил в нас вот это тепло вот этот свет и мы обязаны пройти это до конца будем это проходить сегодня будем проходить следующие главы и будет проходить наша нация до конца устоим устоим не устоим все равно устоим счастливого до свидания до конца завхета до конца до конца добрием ה автомze дmitry